В сегодняшнем ролике мы с вами продолжаем и заканчиваем нормировку винограда урожаем. Посмотрим все на примере Аркадия, но покажу еще несколько примеров. Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству. И виноделю зовут меня Светлана. Я биолог по образованию, виноградаре по призванию. С нами выращивание винограда, понятно и доступно. Итак, у нас прошло примерно полторы недели. И смотрите, как изменилась картинка. Уже здесь становится все гораздо более понятно. Ягодки наливаются прямо на глазах. Для контраста сейчас покажу, что было полторы недели назад. Смотрите, какая картинка. Вот еще такой же пример, нижняя вроде. Вот такая никакая, верхняя вроде как поменьше. Такая более интересная. И что у нас сейчас? И напоминаю основные принципы нормировки урожая. Мы оцениваем общее состояние куста, сроки созревания и сезон. Дальше регулируем нагрузку на побег. Ну, смотрите, сезон у нас довольно нормальный. Аркадия, в принципе, у нас даже в самые худшие годы всегда созревала. Ну и состояние куста тоже видим какое. Состояние куста замечательное. Вот там вот, где реже там побеги, несколько побегов суперэкстры. Аркадия в основном вот этот край. Ну, там немножко есть. То есть, опять же, меня чуть больше недели не было. Уже все доросло до верхней проволоки. Побеги мощные, побеги сильные. Поэтому состояние куста тут очень хорошее. И, в принципе, можно нагружать. Смотрите, как правило, если у Аркадия все хорошо, мы оставляем одну гроздь на побег. Но крайних можно на самых крайних побегах оставлять на две. Они достаточно мощные. И, опять же, видим, вот одна гроздочка. Она такая довольно уже плотненькая. А вторая вот там. Вот видите, она такая не очень упылившаяся. Да? Поэтому смело можно оставлять. Побег мощный, с ним здесь все хорошо. Идем на побег следующим. Вот здесь побег потоньше, послабее. И смотрите, у нас гроздочки. Вот одна вот такая. И пускай камеру вторая более растрепанная. Ну, по количеству ягод вообще лидирует вот эта. И мы ее и оставим, а вот эту растрепку уберем. Хотя, понимаете, мы никогда не узнаем, были правы или нет. И нальет она больше эту, либо эту. Да? Просто вот мне больше нравится эта гроздь. Поэтому нижнюю я убираю. Идем к следующему побегу. Так, вот у нас одна гроздочка. И вторая гроздочка. Да? Ну, тут вообще все понятно. Вот эта побольше, это явно поменьше. Кстати, обращаю ваше внимание, что вот часто же и перед цветением убирают верхние гроздьи. Но на практике, в реальной жизни, как раз-таки достаточно часто встречаются случаи, когда нижняя гроздь хуже, вот наглядный пример. А верхняя лучше. Почему так происходит? Значит, грозди у нас и закладываются, и цветут немножко в разное время. И, соответственно, какие-то неблагоприятные условия, которые были, вот они мешают нижней грозде развиться, а у верхней нормально. Более того, у нас есть пример технического сорта, когда нижние грозди вообще не опылились. А верхние цвели на неделю-полторы позже, и там все хорошо. Следующий побег. Ну, опять же, распутываем, смотрим. Одна гроздачка, и вот там вторая. Ну, они примерно одинаковые, поэтому здесь убрать можно любую. В принципе, вот та даже мне чуть больше нравится, она покрупнее. Значит, я удаляю вот эту. В общем-то, принцип понятен. Но вот хочу показать вам еще один пример. Смотрите, вот побег, побег мощный, хороший. Нижняя гроздь, нижняя гроздь, да, и верхняя гроздь. Вот, собственно, та причина, по которой мы затянули нормировку. Видим, какая ягода у верхней грозди, и какая ягода у грозди нижней. То есть здесь фактически горошек будет. Да, почему-то первый раз я на Аркадии такое вижу, но, видите, вот так вот бывает. Смотрите, в данном случае верхняя гроздь не шибко большая, ну, такая средняя. Побег большой, толстый. И я ради интереса оставлю вот эту гроздочку, посмотрю вообще, что из нее будет, что из нее получится. Ну, вот, вот пример, почему мы задержали, почему, опять же, не надо спешить с нормировкой урожаем, поскольку сезон, вот весна, и, в принципе, во время цветения вроде как бы и погода была такая неплохая. Хотя проходили дождики, но одним сортам это хорошо, другим плохо. И каждый год мы наблюдаем, что, например, одни сорта лучше опыляются, другие хуже опыляются. Поэтому спешить не надо, тем более, что сезон позволяет. И смотрите, тоже вот рядышком на соседнем побеге у нас одна небольшая гроздочка, тоже мы оставляем. Ну, вот это вот в данном случае оставим. Ну, вот последний уже примерчик, смотрите, тоже вот нижняя такая себе гроздь, какая-то рыхлая непонятная. А верхняя, она покрупнее, сейчас чуть-чуть камеру подниму. Вот. Верхняя, она покрупнее, поинтереснее. Соответственно, вот эту нижнюю мы убираем, а верхнюю оставляем. Ну, опять же, вот смотрите, крайний побег. Вот, раз. Гроздочка, вот, два. Гроздочка. Вам на камере кажется, что они достаточно большие, но я просто вижу, что вот рядом, вот, вот эта гроздь, и у меня ягоды гораздо больше. Поэтому здесь вот эти вот гроздочки, опять же, за счет крайнего побега две я оставляю. Ну, вот тоже мы видим картину, вот здесь, когда на побеге, вот у нас, смотрите, раз, мелкая гроздь, два, мелкая гроздь. Мы их тоже обе оставим. Они у нас небольшие, да, и куст это может подтянуть, я просто даже не вижу смысла их удалять, тем более, что побег тут тоже хороший и мощный. Ну, вот как раз-таки тоже показывала вам преображение, говорила, что с ним подождем. Смотрите, вот здесь мы видим, вот на этой грозде, да, в принципе, равномерные ягоды. А вот, смотрите, маленькая гроздочка, да. Видим разницу в ягодах, то есть вот несколько крупных и горох. Вот, опять же, пример, почему мы не спешим с нормировкой. Ну, вот здесь, конечно, надо по одной грозде на побег оставлять, вот такой большой. Ну, с другой стороны, вот рядом побег, вот недогроздь, и вот недогроздь. Значит, мы оставляем в дыре. Еще покажу цинус, смотрите, как наливает просто услада для глаз, чтобы было лучше видно. Вот, вот грозди, да, вот такие вот большие, хорошие грозди. Ну, смотрите, цинус с ранними сроками у нас, а цинус себя здесь шикарно чувствует, да, вот это вот все, практически все цинус. Да, ну, вот тоже, смотрите, вот гроздочки есть вот такие красивые, пусть и небольшие, да, вот здесь вот. А вот есть гроздь с осыпавшимся хвостом. Ну, тут обрезать, в общем-то, нечего, оно само осыпалось. Видите, вот еще в прошлый раз этого не было видно. А сейчас вот все, вот оно доцветало, доцвело, осыпалось, а остальное будет нормальным. Если мы где-то видим такой явный горох на конце грозди, ну, кстати, вот, да, смотрите, вот, хорошая часть грозди, и вот тут какое-то недоразумение, вот это недоразумение можно убрать, потому что оно, ну, зачем. Раз, и отрезали. И получим красивую, аккуратную гроздочку. Тут вы спросите, побег тонкий, маленький, ну, поскольку вот куст огромный, куст мощный, и мы знаем, что у цинуса всегда с ростом все очень хорошо, и думаешь только как бы его сдержать, поэтому мы оставляем, тем более повторю еще раз, у цинуса ранний срок созревания, поэтому мы можем себе позволить его вот так вот сильно нагрузить. Вот здесь у нас академик тоже уже явно видно. Вот в прошлом году он очень-очень плохо опылился, прям грустно было, да, в этом году опылился нормально, все уже здесь мы видим, ягода равномерная, да, можно нормировать. Если вы у себя по каким-то причинам еще сомневаетесь, ну, вот, смотрите, когда ягода уже примерно с сантиметр размером, уже все понятно, значит, она будет нормально наливаться. А когда вот такая вот мелкая, да, тогда непонятно, и есть смысл подождать. И вот пример маленькой гроздочки, когда мы видим, что неравномерная в размере. Уже вот на таком явно видно, да, что вот это горох, который может осыпаться, ну, и вот крупные ягодки. Вот, по таким ориентирам можно примерно предполагать, да, как будет развиваться. Если у вас на кости вот такие грозточки, то, в принципе, там нормировка особо не нужна, если кост хорошо и нормально растет. Ну, и так, на всякий случай, опорные точки примерно для нашего региона, для средней полосы мы можем себе позволить нагрузку около килограмма на побег. Конечно, мы никогда не знаем, во сколько получится эта гроздь, там же опыт приходит. Ну, у крупноплодных, точнее, у крупногроздилых сортов мы оставляем плодные грозди на побег. Конечно, у цинуса там будет больше, но я вам показала и объяснила, почему. И смотрите, еще чем руководствуемся, чем вы севернее, тем нормировку надо проводить тщательнее, потому что нагрузка куста – это удлинение сроков созревания ягоды, удлинение сроков созревания лазы. Те, кто находятся южнее, тем могут себе позволить несколько больше. Ну, в этом году у нас сезон довольно такой ранний, неплохой, тепленький. Поэтому тоже мы можем себе позволить чуть больше подгрузить кусты. Ну, так, в среднем примерно килограмм на побег. Если мы понимаем, что у нас прямо вообще гигантские грозди, да, то мы даже через побег можем их оставить. Надеюсь, ролик был вам полезен. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку «Чу», будет ссылка на каталог наших сортов винограда. Обновление его будет к концу августа и наши контакты. До новых встреч!